Учебное пособие. Ну, во-первых, тот же самый учебник Петрографии, Петрологии, Магматических, Матоматических, Медсоматических и Горных Пород, который вначале я презентовал, тоже это наш федеральный учебник. Он состоит из пяти частей, и вот первая часть нам будет нужна. Ну, первая часть тоже поделена на главу, и вот в первой главе то, что мы исследовали, это аптечки с метод исследования минералов, это вот первая часть. А дальше у нас пойдет по группам минералов, группа альвинов, группа кероксанов и так далее. Вот, до этих парут. Дальше остальные главы нам будут не нужны. Можно пользоваться, на самом деле, любым учебником, свойств минералов, от этого не изменится. Здесь ничего принципиального нет, какой бы учебник вы не нашли. У нас есть отдельные методички в виде, вот отдельный главы здесь в виде методичек, у нас еще издана, можете методички взять именно по породообразующих минералов. Ну, можете в интернете находить данные по минералам, они, свойств минералов, вот это я повторяю, не меняются. Они везде одинаково прописаны. Так, что-то мне не нравится, у меня вот сразу, когда я начинаю листать страницы, сразу сворачиваться окно почему-то. Да, непонятно. Ладно, придется развернуть тогда его таким образом, все-таки во весь экран. Есть вот учебники, да, можно брать любые, но вот есть такие фундаментальные труды. Монография Винчелов, оптическая минералогия здесь собрана. Она издана еще в начале прошлого века, переиздавалась. И здесь много полезной информации по минералам, помимо того, что мы проходим. То есть здесь каждый минерал, каждый минеральный грудь еще посвящены разные таблицы. Здесь некоторые таблицы мы будем брать в лекционном курсе как раз из этой книги, где свойства минералов связаны с их химическим составом. То есть мы по оптическим свойствам можем определить, оценить химический состав технических минералов. Вот здесь, в этой книге, эти таблицы как раз собраны. То есть такая хорошая сводка по всем породообразующим минералам. Есть вот такой многотомник породообразующих минералов. Дир, Хао и Зусман. Несколько томов. И вот один том, который представлен ортосиликат и кольцевые силикаты. То есть как раз это львин в том числе. Вот здесь тоже по ним свойств минералов все описано. Где эти минералы встречаются, в каких породах. Ну и такое обширное описание этих минералов. Все, что было известно к середине 20 века, по крайней мере, по минералам. Здесь собрано. Вот в этом многотомнике тоже очень хороший книг. Ну и можно пользоваться простейшими справочниками. Те, кто начал уже работу по индикаторисе делать, кому выдали. У нас на кафе выдается обычно для этой работы справочник. Оптический свойств породообразующих минералов. Трегера. И здесь особо подробно про минералы ничего не описано. Но это как обычный справочник. Здесь максимально емко сжата представлена информация. Ну и причем часто в таких справочниках свойства записываются не так, как у нас. Например, мы пишем NG-NP, а здесь, видите, просто дельта пишет. Написано просто разница между NG и NP в виде дельта написана. Ну, понятно, здесь показана величина показателя переломления NG-NM-NP. И разница между наибольшим и меньшим показателем здесь выведена, например. В зависимости от свойств минералов, здесь вот менее или более железный минерал. Вот эти диапазоны есть у простых минералов. Одна колоночка только. Дальше. Оптически положительный или оптически отрицательный знак. Здесь просто в кружочке. Да, оптически отрицательный знак. Минус оптически положительный. Вот плюс в кружочке нарисован. Ориентировка осей индикаторисы по кристаллографическим направлениям. Вот так обозначена NP параллельно А. Если угол между кристаллографическим направлением и осень дикатрисы, вот так записывается угол, мы через двоеточек пишем. Здесь NG угол такой C равен. Какой угол между направлением C и NG, например. Вот. Но в какой-то определенной полоскости здесь записано. Спайность тоже записана как тут. Просто решеточка. Спайность по первому пинакоиду весьма совершенно. Вот, например, написано по второму пинакоиду спайность совершенно. Ну, вот таким образом здесь максимально кратко, но тем не менее все свойства, которые мы проходили, здесь еще нет плеохраизма. Там дальше на развороте еще продолжение эти свойства идет. Ну, в целом, вот такие вот справочники тоже. Помогает определять минералы. Ну, а мы приступаем к первой минеральной группе. Это группа оливина. Темноцветный минерал идем. Напоминаю, темноцветный минерал это те, которые не те, которые в шлифах окрашены в какой-то цвет шлифах. Это оливин, например, бесцветен. А те, которые содержат магний железо. То есть цветные, темноцветные минералы или цветные, а лучше точнее их называть фемический минерал. Это ферром магний, да, содержащий железо и магний. Вот все эти минералы в этой столбике, в этой колонке, как раз магний, железо и темноцветные. Ну, и первый начинаем как раз с группы оливина. Это островные силикаты магний, железо и если рассматривать строго оливины, то это магний, железо и островные силикаты. Здесь кремний, кислородные тетраэдры, вот то, что скобочки квадратных СО4, они образуют вот такой тетраэдр, там кремний находится внутри, у него маленький ионный радиус, кислород ионный радиус большой, вот они образуют такие тетраэдры. А то, что находится в первой позиции, двухвалентные элементы магний и железо, вот они соединяют как раз тетраэдры, вот проэдрическая позиция находится, ну, вот такая примерно кристаллографическая структура оливина. Кристаллизуются они в рамбической сингонии. И вот особенность рамбической сингонии, что здесь атомы кремни, как правило, не замещаются практически трехвалентными элементами, то, что мы будем видеть в моноклиниках пероксена, например. Поэтому химический состав как оливина, так и рамбического пероксена, вот эти две минеральные группы кристаллизуются в рамбической сингонии, они практически имеют такие относительно чистые составы, то есть не очень сложные. Само название оливин впервые предложил Вернер, родоначальнику школы нектунистов. В XVIII веке тогда были споры о том, как образовали все горные породы. Одни говорили, что это стырдевшие расплавы, соответственно, это была школа лутонистов, а Вернер разглавлял школу нектунистов. Считал, что все породы образуются в результате кристаллизации из океана, из океанической воды. Ну вот он впервые увидел вот эти кристаллы оливиновых базальтах, вот такого зелененького цвета, и, собственно, назвал их оливинов. Первое слово. Синонимы можете встретить в литературе, слово передот встречается иногда. Ну, это слово, пожалуй, и стоит запомнить, потому что у нас будут породы. Потом в следующем семестре породы, состоящие в существенном количестве оливина содержащей, они называются передотиты. Вот как раз отсюда это название. То есть это другое название, французское название оливина. Есть еще хризолит. Хризолит, но обычно хризолитом принято называть такие коллекционные разновидности оливина. прозрачные, желто-зеленые, зеленые разновидности, которые, по сути, считаются драгоценными камнями. Вот. Ну, в принципе, с названиями разновидности вот этой минеральной группы мы будем сталкиваться постоянно в разных справочниках, пособиях. Вы можете видеть, что по-разному называются минералы вот этого и заморозного ряд смесивостей. Но мы их сегодня сейчас увидим тоже. В разных таблицах они будут по-разному называться. Ну, вот, по крайней мере, хризолит, пилидот. Считается как синоним, практически синоним. Оливин. Собственно, оливин это непрерывный заморозный ряд смесивостей между магнезиальным форстеритом формулой простой вот магнит-2СО4 и железь с разновидностью фейлитом. ФРМ-2СО4. Ну, общая формула обычно через это записывается магнит-4ФРМ-2СО4. В магнезиальных разновидностях вместе с магнием, как правило, встречаются через это хром и никель иногда в этих минералах. Ну, а в железь сахтечаще марганец и кальций. Ну, это зависит от, собственно, происхождение этих минералов, потому что магнезиальные оливины, как правило, имеют мантийное происхождение, ну и мантии, там наиболее гигерентные элементы это хром, никель. А в железе, особенность железь сахтечащих оливинов, особенность их образования, как правило, такие вот уже дифференцированные магмы, из которых фейлит образуется, железь, там уже марганец накапливается, кальций чуть побольше, там уже, соответственно, появляются эти примеси. Оливин, ну, прежде всего, именно магнезиальный оливин, то есть содержащий большое количество фостеридов и молекул, а мы чаще всего именно с таким оливином будем иметь тело, встречается, как правило, в основных и ультраосновных магматических породах. В пределах земной коры ультраосновные породы очень редко встречаются. Основные почаще, ну, основные это базальты, габроиды, по крайней мере, вот трапы среднесибирского плоскогорья между Леной и Ненесеем, да, вот, большое пускагорье, оно сложено как раз основными породами, и там как раз оливин вот можно встретить в этих породах. А ультраосновные породы, ну, предполагается, что ультраосновные породы слагают у нас верхнюю мантию, это вот, глубины примерно 410 километров, дальше идет переходная зона в нижнюю мантию, там 410-670 километров, где оливин при высоком давлении начинает перекристаллизовываться в структуру шпинеля. Состав остается то же самое, вот, нельзя силикат, но там уже другие разновидности, он переходит, они называются бета и гамма оливин, у них, собственно, название есть, вот, с ней римблудит, римблудит, то есть, ну, это уже высокобарические модификации формулы оливина. И они уже перекристаллизуются в другие структуры. Но, по крайней мере, в пределах Верхней Мальтии, вот, до глубины 410 километров, распространены, распространены, как раз, передатиты, вот, те самые ультраосновные породы, состоящие из оливина, процентов на 60, примерно, ну, и из пероксенов, то есть, там, вот, оливин в Верхней Мальтии, самый распространенный минерал, по крайней мере. И, конечно же, он встречает, собственно, метеориты, которые попадают на землю, метеориты, каменные, по крайней мере, они имеют тоже ультра основной состав тоже стоят из петроксенов и оливий это же он будет высокомагнезиальный вот но если учесть не только земной короной и верхней мальчику может считать что один из самых странен помимо железа и магния вот в этой первой позиции может встречаться еще и марганец тогда менял быть называться тефроид здесь также существует полная смесимость между тефроидом и форстеритом с одной стороны и тефроидом и фуэлитом с другой стороны но сами марганцевые вот такие оливины они встречаются редко ну в силу того что просто потому что марган существенно меньше в породах магний желез достаточно от марганца мало но тем не менее вот если посмотрите здесь как раз больше . располагается по линии фаэлит тефроид как раз вот о чем вначале говорит что чаще всего имя железда а львинах встречается некоторое количество марганца вот именно по этому ряду вот здесь больше можно встретить образцов то что чаще встречается магнием в принципе они скажем так не в одинаковых условиях скажем так марганец и марганец мог находиться то есть условия образования у них но разные взяли марганца странных силикатов еще кальция разновидность вот мы течили тоже достаточно часто встречается кальция магний все четыре вот ну вот эти два минерала мантичилит и тефроид встречается как правило нет марта метаморфических ну такие контакты метаморфических породов и медсоматических основном медсоматических породах типа с карта вот кармента ну и мантичилит еще встречаются часто таких породах повышенной щелочности вот для кровнати там щелочную порода ультра основного состава вот вместе с апатитом с кальцитом там различается мантичилит ну вот примерно так можно представить все вот эти островные силикаты которые но в формально входит в группу оливина мы же будем заниматься более подробно естественно рядом форстерит фаэрит но этот ряд то что чаще встречается магматических породах да да это все тут я перешел в чат да это все разновидности минерал группа оливина так вот здесь показана форму этих минералов форстерита и фаэрита крайне члены этого изоморфного ряд смесимости образуют они короткие призмы здесь еще указано как меняет свойства зависимости от того магнезиальное жилейство у нас минерал но о свойствах у нас от другой картинки мы посмотрим здесь только хотел обратить внимание на ориентировку оси индикатрисы как располагаются вдоль вытянутости образуется идет ось nm это ромбический сингонит значит у нас трехосный эллипсоид и его оси совпадает с кристаллографическим направлением но здесь кристаллографически не абается как мы привыкли а x y и z но вместо церковь и оси индикатрис как раз совпадают с этим направлением вот но файлит чуть покороче призма но в принципе то же самое на что здесь хотелось бы обратить ваше внимание здесь вот эти вот дуги вот эти линии это вот те самые закиры которые мы сейчас коноскопии проходили там вот таким образом здесь обозначены как по выхода оптических осей вот этот перпендикуляр оптической осьoсть никуляр круговому сечение дикатриста вот этот 2 оптички оси и здесь очевидно острый бисектрис оптичка оси является осень же а здесь в острове и с оптички россия является осень п вот здесь 82 градусах как раз вот между этими осями а здесь 134 между это и вот с той стороны чего то есть у нас получается фоэлит оптички положительный минерал, а фоэлит оптички отрицательные. Но чаще всего мы будем иметь дело не с крайними членами вот этого ряда, а с промежуточными. И я уже говорил, обычно более магнезиальный будет оливина. Встречать ближе к фоэлиту где-то процентов 90-70 процентов фоэлит и молекул. И там как раз в этом месте будет проходить смена оптического знака. Ну еще здесь показатель преломления показано. У фоэлита повыше показатель преломления, чем существенно выше на две десятые, чем у форстерита. Форстерит в честном виде даже ближе к среднему рельефу можно сказать. Ну формально конечно высокий рельеф, но часто вот он высокий вот на грани со средним рельефом. Иногда даже вот на фоне апатита не сильно отличается. В тех породах встречается с апатитом, а кто не сильно прелев отличается. Ну и два преломления. Выше конечно же у фоэлит 50-2000 и здесь 35000. Вот здесь в этой таблице уже можно посмотреть, как меняются оптические свойства. Как раз вот подобные таблицы есть у Дира и у Винчелов, где связаны оптические свойства с химическим составом. Здесь как раз внизу количество фоэлитовой молекулы увеличивается от десяти до... от нуля до ста естественно. Здесь фоэлит, здесь форстерит. Кстати, вот хочу обратить внимание, как здесь название. Потом мы на первой картинке у нас был, я не обратил внимание ваше, вот здесь промежуточная разногридность между форстеритом и фоэлитом. Да, называется гортонолит. Причем непонятно ли в процентах содержание, которое ограничивает собственно гортонолит. Похоже, что процентов по 20, наверное, справа и слева. Вот. А здесь гортонолит только вот здесь, вот в этой части. Вот такая разноголосица в этих таблицах. Ну, поскольку в течение более ста лет история применения тех или иных терминов, она постепенно меняется. И вот сначала так называют, потом по-другому. Но все это будем называть оливином. На самом деле мы не будем использовать название. Хоризолит, здесь вот видите хоризолит. Ялосидерит даже здесь есть какой-то, правда, с трудом можно видеть. Гратонолит, феррогратонолит. Ну, а по краям фоэлит и форстерит, понятно. Вот. На что здесь можно обратить внимание? Ну, во-первых, символы, кстати, непривычные для нас. Обратите внимание, у нас показатель преломления NG, NM и NP. А здесь альфа, бета и гамма, то есть бета и альфа. Вот. Больше показатель преломления здесь гамма обозначен, меньше показатель преломления альфа. И то, что мы записываем NG минус NP, здесь вот гамма минус альфа. Вот таким образом. Много линий и много шкал по каждой шкале. Ну, здесь можно, в принципе, понять, несложно понять, какая шкала к какой линии относится. Вот. Угол 2В, например. Да? Угол 2В. Ну, скорее всего, вот эти цифры круглые. Да? У нас угол 2В – это градусы. Как раз вот форстерит. Здесь как раз 90 градусов – это переход от оптически отрицательного к оптически положительному знаку. И вот форстерит у нас отрицательного к оптически положительного. У него будет угол 2В где-то сколько? Здесь 84, что ли? 84, наверное, да, градусы угол 2В у форстерита. А у форстерита будет где-то вот минус 52. Ну, по-моему, там так и был записан в предыдущей таблице. А, ну, нет, здесь угол. Минус 48. Вот, минус 48 даже написано. Уфы. Вот. Ну, линии немножко дальше заходят, мне кажется, за 50. А, нет, 48 красота будет с той же стороны 40, да, 48. 48. А смена оптического знака, что для нас очень важно, посмотрите, 90 градусов – это прямой угол, да, то есть нет острого бисектрис, он приходится как раз на форстеритовую молекулу, на количество форстеритовую молекулу примерно 88. Ну, или 12 молекул, фоэлитовую молекулу. Плюс-минус 5 градусов в угол 2В, то есть всегда у нас будет изогера прямая. Ну, потом картиночку я покажу. То есть это близко к аптечке нейтральному знаку. Дальше. Показатель переломления, да, NG, NM, NP, вот все они возрастают, их шкала вот здесь показана. Вот показатель переломления 1 целая, там от 1,64 до 1,85, там где-то в таком диапазоне разных показателей переломления. Смена аптечного знака как раз маркируется, посмотрите, средний показатель переломления NM, который здесь в букве B обозначен, он здесь ближе к NG идет, да, ближе к NG как раз его значение, это значит, вы помните у нас в слове, что значит положительный, а аптечки отрицательный. Если показатель переломления NM близок к показателю переломления NG, то знак аптечки отрицательный как раз получается. А здесь немножечко он ближе к оси показателя переломления NM, NP находится, вот, а где-то здесь ровно посередине. Вот, дальше здесь процентное содержание, процентное содержание оксидов магния, феррум О и СО2 показано в этих минералах, ну, подробно разбирать не будем. Здесь плотность еще показана, плотность грамма на кубички сантиметров здесь 4,2, 4,4, то есть вот наша оливина где-то у них плотность 3,5, 3,5 грамма на кубички сантиметров плотности оливина. Ну, и величина NG минус NP, ее значение показано вот здесь, 0,3, 0, не написано, просто точка 0,3, 0,4, 0,5, сотых, ну, соответственно, вот такие значения. Вот, ну, и здесь как раз вот эти интервалы свойств я в таблицу свел для чистого форстерита, для чистого фоэлита и для оливина, содержащего 90-70% форстерита молекул. Кстати, вот тоже традиция использования. Изначально эти таблицы, как в декартовых координатах, цифры слева направо увеличивались, но сейчас, ну, скажем так, последние 50 лет уже традиционно принято все-таки количество форстеритов молекул указывать, а не фоэлитов. То есть здесь будет обратный отчет. У нас форстерит, это 100% форстеритов молекул, ну, а в фоэлите 0% форстеритов молекул. Соответственно, вот, наш наиболее часто встречаемый оливин форстерит 90-70% форстеритов молекул. Вот, ну, и свойства именно для этих наиболее часто встречаемых оливинов здесь как раз указано. Показать преломление, соответственно, высокому рельефу, оптический знак угол 2В, оптический знак нейтральный угол 2В около 90 градусов, величина двухпреломления, та, которая у нас в таблицах на стенах висят 34-38, там написано, по-моему, 36 тысячных плюс-минус 0,02. Ну, вот, примерно такой интервал. Ну, и поскольку кристаллы орамбической сингонии кристаллизуются, гасание прямое. Вот, спайный, цвет, да, оливин бесцветный, можно сказать, такой эталон бесцветный, скажем, оливин бесцветный, спайность несовершенной по второму кинакоиду, но это сейчас мы будем разбирать на других рисунках. Вот здесь можно еще раз по спайности и по расположению осей, музыкатрис, оптические оси можно посмотреть. Итак, вид спереди. Спайность идет несовершенная по второму кинакоиду. Вот эта грань второго кинакоида. Второй кинакоид, вот этот же второй кинакоид, и мелкие черточки здесь как раз маркируют плоскость спайности. На самом деле спайность несовершенна, а оливин, и вот это как раз соответствует вот этому рисунку, вид спереди, несовершенная спайность вдоль второго кинакоида. Линия изогнутая, неровная, пересекающаяся друг с другом, но в одном направлении будет. Это вид сверху, вот такой, здесь грань второй кинакоид, вот это, и здесь мы также можем видеть спайность, ведущую в этом направлении. Здесь срез в плоскости второго кинакоида, и спайность не видна. Ну вот что-то похожее пытался найти здесь, вот эти кристаллы как раз, на которых трещин спайности не видно. Они как раз в плоскости спайности срезаны, вот эти кристаллы. Ну вот таким вот образом. Итак, вдоль кристалла идет осенем, и кстати, поэтому удлинение обычно не принято определять у оливина. Помните такое свойство удлинения, когда ось НЖ идет вдоль минерала, мы говорим положительное удлинение, если ось НП идет вдоль минерала, отрицательное удлинение здесь. Третий вариант, ось НМ идет вдоль минерала, и поэтому про удлинение применительно к оливину не упоминают. Вот еще один вариант, когда они не говорят об удлинении. Ну, кстати, еще потому что оливин часто и не вытянут, он образует часто зерна такие слабо вытянутые, и там про удлинение вообще говорить не приходится. вот что здесь важно на этих рисуночках увидеть где будет максимальная величина двойного лучепреломления на каком сечении можете сказать на первом втором или на третье нет не скажете где будут мы выше интерференционной окраски на каком из этих трех сечений на последнем да на третьем рисунке потому что именно здесь находится плоскость np и нж у же максимальный терференционной окраски то разница и соответствие величине 2-м лучше коломления то есть разница между наибольшим и меньшим когда ты дома в этой плоскости у нас лежит нжи и mп то здесь будет максимальная величина двойного луча преломнения соответственно максимально интерференционной окраски здесь вы получите силу преломления равную ннм минус нп вот на этом сечение а здесь будет м же минус нн длина отрезка здесь ни о чем не говорить НЖ это больше показатель преломления НМ это средний показатель преломления Здесь перпендикулярно идет ось НП Здесь перпендикулярно идет ось НЖ Где будет выше интерфенсионная краска Вот на этом или на этом рисунке Не буду ждать этого цвета Если минерал оптически нейтральный То они должны быть одинаковы Значит ось НМ Она на одинаковом расстоянии Находится и от НЖ И от НП, вернее не на расстоянии А разница НЖ минус НМ Будет равна разнице НМ минус НП Поэтому вот эти два сечения Будут иметь примерно одинаковый цвет интерференции Ну а максимальная краска Действительно вот здесь Оптические осьы, вот здесь они такими кружочками Показаны, они выходят вот здесь Вот в этих гранях А здесь они лежат как раз в плоскости Рисунка И вот между ними как раз угол 90 градусов Вот И поэтому если мы хотим Найти сечение с максимальной интерференционной окраской Мы должны искать вот такое сечение Специальное его при двухникле Я здесь показал Как раз вот До синей третьего порядка Доходит здесь Синей третьего порядка Но очень плохо видна гаемочки Но здесь вот синяя третьего порядка А там вот трещина синяя Видна второго порядка А здесь видите Чуть более вытянутый кристалл И уже окраски пониже Чем вот здесь находится Здесь уже окраски пониже здесь уже оранжевый конец второго порядка здесь уже начало 3 вот то есть чем он больше ориентирован вот по этому направлению по оси н.п. ну значит мы ближе именно к этому сечению находится направлению испанец перпендикулярный дед вытянется там значит мы имеем дело именно с этим сечением сечение плоскости оптических оси если вдоль вытянутся идет спальность значит мы умеем дело с этим сечением вот везде минерал будет даст напрямую так прямое угасание поэтому при двух них или здесь нет соответствующих рисуночку потому что понятно что в этом положении мир будет погашено под углом 45 градусов вот он как раз максимально просекляется дальше в коноскопии если делаем исходящий свет надо найти другое сечение да вот я говорю где максимально величина джиминс н.п. определить вот здесь а где мы будем сходящий свет делать такое сечение надо найти надо найти сечение перпендикулярное вот этому направлению вот вот такой срез минерала или вот такой то есть нечто промежуточное между этим и этим срезом и на этих сечениях будут окраски минимальной вот среди всех зерена оливина новых находим вот минимальный центр friends правда здесь кажется еще есть такой же кристаллик вот серый первого порядка и конкретно вот на этом сечение мы получаем сходящим свете интерференционную фигуру виде прямой изогиры вот специально я сфотографировал в разном положении видно что во всех положениях она ровная образует ровную линию не изогнутая если она была изогнутая значит угол 2v отличался от 90 градусов но по степени изогнутой чем более изогнутой линии тем меньше угол 2v вот а прямая изогира соответствует углу 2v 90 градусов это первое то есть он оптический нейтральный ну и практически все оливины которые будете смотреть в этом встрече сместре у нас фаэлитовых таких вот более железных оливинах я не помню честно говоря не все практически у нас вот прямой изогиры получается то есть оптички нейтральны то есть высокомагнезиальные и вторая особенность вот эти вот изохроматические кольца которые появляются я тоже об этом говорил у нас есть минерал тоже оптички нейтральной но с невысоким был преломлением и тогда у нас поле зрения будет все будет серым а вот альвина как правило появляются часто изохроматические кольца это как раз говорит о том что он имеет высокое двупреломление от видите кристаллы здесь оранжевых второй порядок это вот признак минерал с высоким был преломлен понятно что разрез не совсем перпендикулярно оптической оси оптической оси центр этого круга вот где-то здесь находится и поэтому выход вот ее когда вращаемся только микроскопа будет бегать по какому-то от кругу выход оптической оси но и след за этим выходом будет бегать изогиры но в любом случае она будет оставаться прямой 2 преломления но чаще всего будете находить где-то границы второго и третьего порядка вот здесь показано как раз оранжевые второй порядок по не определяется 32 тысячные но это минимально что должно быть у альвина если вы нашли если вас найдет подходящий разрез то это будет минимальное значение может и шлиф быть тоньше конечно зерна львина не так много и не сможете найти с максимальной краской но обычно вот красный оранжевый порядок всегда находится иногда может попадать и на более высоких интерференции как раз вот такая зеленовато желтые 3 порядка уже раз-два и на вершине 3 порядок 3 порядок здесь попадаем на сорок три тысячи но как правило две причины существует более высоких окрасок выходящий за пределы стандартного интервала альвина это первое действительно вы нашли железный альвина у фаэлит я повторяю там до 50 двухтысячных может быть и окраски на самом деле могут быть очень высокие но чаще всего и скорее всего вы имеете дело просто с более толстым шлифом то есть причина может быть банально пошли сделали более толстым и оказались что окраски очень высокие но в этом случае надо ориентироваться по всем остальным минералам если у всех минералов окраски интерференционной завышенной значит шлиф действительно толстый если оказалось только у альвина высокие окраски а у остальных минералов нормальная значит дело именно в железности альвина значит вы нашли более такой железный фаэлитовый альвина определение характера угла укасания ну стандартное то что мы на прошлом но позапрошлом занятия смотрели в исходное положение находится подходящий разрез альвина где хороши видны трещины спальнистю вот это кстати ключевой момент для оливина надо находить сечение со спальностью еще можете найти поперечные сечения со спальностью где вот спальность идет поперек вытянности и ориентирует надо исходное положение когда спальность находит идет до вертикальны при двух никелях мы получаем что минерал в этом положении погашен. Значит, и ось дикатрии совпадает с плоскостями поляризации нашего микроскопа. Мы нашли эти ось, и они совпали с направлением С, то есть у минерала прямое угасание. Для проверки можете ввести компенсатор. В этом случае окраски должны понизиться. Ось НЖ скорее всего здесь перпендикулярна рисунка, но ось НП совершенно точно идет перпендикулярно спальности. То есть вот эта плоскость у минерала, которая идет вдоль спальности, это плоскость НЖ НМ, вот этих двух осей дикатрии, а НП перпендикулярна. И поэтому у компенсатора, естественно, тоже вот так идет ось НП, и поэтому ось НП, то есть идет вдоль минерала, здесь идет ось НЖ у компенсатора. Поэтому окраски будут понижаться. Но про удлинение, я повторяю, мы не пишем, просто потому что мы знаем, что у альвина идет не НЖ, а ось НМ вдоль кристалла. Вот, а перпендикулярность испанец располагается в 8 НП. То есть можно, в принципе, продиагностировать, но это... Но мы оливин и так узнаем, на самом деле это не страшно. Дальше, химический состав оливинов, здесь пару таблиц у нас от форстеритов до фаэлитов оливина. Во-первых, саджаник ремезиома. Саджаник ремезиома очень невысокая, где-то порядка 40 плюс-минус процентов. Здесь форстеритовая форстеритовая оливина, видите, здесь большое количество магния и маложелеза. 50% то есть 50% магниевого, меньше 40 или чуть меньше процентов СО2. После джаник ремезиома понятно, что эти породы будут относиться к ультрастану. Вернее, лучше наоборот сказать. То есть породы, сложные преимущественно оливином, они будут тоже иметь небольшое количество ремезиома. И они будут относиться, как правило, либо к ультраосновным, либо есть там какие-то еще полевые шпаты, то в основных породах, как кажется. Но вот границы между ультраосновными и основными породами, это примерно 45% СО2. То есть здесь меньше 45% и эти минералы хорошо ложатся как раз в ту минералогию, которая присуща ультраосновным породам. Вот. Здесь в формульных единицах видно, что вот к 100% магний, ну, вообще-то вот эти формульные единицы, как раз магний 2 единицы почти, там, помните, формула магний ферма дважды, вот как раз в этих двух единицах здесь больше магния. Вот. А железо где-то чуть больше, 1,5 может быть. Где-то форстерит, маленькую примеси. Там могут быть какие-то незначительных количеств алюминия, трехвалентного железа, то есть трехвалентный элемент в очень небольшом количестве виде примеси, что еще может быть. Небольшое количество кальция, но это все мелочи. На самом деле вот магний и меньше железа. Здесь уже более фаэлит, такой уже более жрейстый оливин, вторая таблица. Здесь мы видим уже почти до 100% железо. Вот здесь чисто фаэлит. Железо. Содержание принесем, посмотрите. Существенно меньше становится в фаэлите. Там было 40 плюс-мило. Здесь уже существенно меньше 40%. В чистом фаэлите уже меньше 30% даже. Все это вам. Ну это относительно же количества. У нас железо тяжелее, чем магний. Существенно тяжелее. Вот. Железо, чем магний. Поэтому если у нас процентное содержание вот в этой формуле железо больше, чем магний, соответственно, остальным элементам остается еще меньше. Это массовый процент. Железо больше весит, чем магний. И соответственно, кременезиом остается меньше. Вот. Температура плавления оливина. Здесь показано опять в этом диапазоне от форстерита до фаэлита. И видно, насколько сильно отличается температура плавления магенезиальных разновидностей от железных. Тут больше, ну около 700 градусов почти. Здесь почти 1900, да. А здесь почти 1200. То есть чуть меньше 700 градусов разница. Это очень большая классальная разница температуры плавления между магнизиальной и железными разновидностями. Но я говорил уже причину, почему магнизиальные разновидности более тугоплавки. Все дело в ионном радиусе. Ионный радиус магний 72 амстрем меньше, чем ионный радиус железа. И поэтому с ионной группой вот с ионной группой СО4 там ионные связи просто элементарное притяжение за счет того, что плюс и минус притягиваются. Электрон передается в анионной группе. И положительно заряженные патионы притягиваются к отрицательному заряженному анионному группу. Ну и естественно сила притяжения здесь прямо обратно к квадрату радиуса расстояния. И соответственно чем меньше ионный радиус тем прочнее связана связана катиона с ионной группой. Вот. И поэтому в расплаве в расплаве с кремом кислородными страйдерами начинают связываться прежде всего матом. Вот. И поэтому начинается кристаллизация именно с магнезиальных минералов. Не только это касается группы оливины то же самое будет в пероксинах. Вот. Ну вот такая разница температура кристаллизации. Ну а наши наиболее часто встречаемые оливины вот в чистом виде они будут кристаллизоваться где-то в диапазоне 1700-1700 градусов. Сразу скажу что таких температур предел земной коры верхней мальте не существует. То есть ну и в чистом виде оливин расплавить в естественных условиях. То есть он не плавится. То есть чисто оливиновой породой в расплав естественно не переходит там с температурой верхней мальте существенно ниже чем 1800-1700 градусов Цельсия. Вот. Здесь на этой диаграмме равновесия системы диапсид форстрит анартид вместе с магнезиальной разновидности оливина показанным кальциевая разновидность полдиоклаза анартид кальций 2 алимин 22,8 и магнезиальная разновидность моноклиновой пероксена кальций магний 22,6 вот. Ну это понятно крайние члены неких заморных видов смесимости соответственно клины пероксена полдиоклаза и оливин вот в этой таблице оливин по сути ну как форстрит представитель оливина здесь сведен с двумя другими крайними членами других минеральных групп с которыми оливин достаточно часто встречается он встречается с полдиоклазом и с моноклиновым пероксеном в базальтах в базальтах они пероксен полдиоклаза порода понятно что там нечистый анартидный нечистый диапсид как правило анартидный пероксен как правило представлен даже не диапсидом а алгитом вот ну вот базальт например да базальт пероксен полдиоклаза породы они часто содержат оливин да базальтах оливинов габра и здесь как раз показана разница насколько хорошо там форстрит и форит и молекул мы уяснили что в жильстве оливин намного меньше температур кистиллизации нет как сравнить с другими здесь видно что форстрит также более тугоплавки чем анартид и диапсид здесь диапсид около 1400 анартид около 1550 градусов вот поэтому полиперечной кистиллизации форстрит она самая широкая то есть при равных условиях допустим взять по 33 процента компонентов удиоклаза диапсида и форстрита то кистиллизация начнется именно с оливина даже если взять допустим всего-навсего 20 процентов провести линию тогда от 20 до 80 вот эта линия содержания 20 процентов форстрит компонентов а соответственно анартид и диапсид будет в сумме 80 процентов все равно кристаллизация начнется именно с оливина и этому часто именно так и видим в породах но и шлифак будет видеть что форстрит всегда идиоморфен то есть он всегда образует правильные кристаллы и это одна из важнейших характеристик которые мы узнаем именно оливина оливин по сути узнается по двум признакам ну понятно что бесцветный несовершенная спаянность но чаще всего обращаем внимание именно по его идиоморфизму то есть он всегда образует почти всегда правильные кристаллы ну и второе по его вторичным минералам то есть это обратная сторона его тугоплавкости то есть если он кристаллизуется в высоте температуры Значит, при низких температурах он в первую очередь начинает разрушаться, замечаться вторичными минералами. Здесь, по крайней мере, показано. Понятно, что мы имеем дело чаще всего не с чистыми миналами вот этих заморженных рядов. И там будут температуры, естественно, ниже, чем те, которые здесь указаны. Но в целом в этой системе минимальная температура плавления, точка эфетектика, 1270 градусов. То есть вот это уже реальная температура, при которой кристаллизуются породы. Где-то в интервале 1200-1400 градусов Цельсия. Вот в этих участках. Если принять еще учесть то, что у нас нечистый форстерит, а где-то в базальтах 65-85, в этом диапазоне содержания форстерита молекул, ну и там нечистый анартид, а менее тугоплавкий лабрадор, ну и нечистый диапсид, то температура, естественно, будет пониже в естественной ситуации. Но, тем не менее, впечатляющее большое поле кристаллизации форстерита. С него начинается кристаллизация в этих породах. Другая особенность, связанная с кристаллизацией оливина, вот показана на этой достаточно сложной диаграмме, хотя похожий диаграмм вы, скорее всего, в курсе химии разбирали, но суть в чем здесь, хочу вам объяснить. Здесь показан, ну, понятно, это магнилоперекласс, о нем вообще речи не идет. Вот молекула, собственно, форстеритовая, магнезиальный оливин, вот эта молекула ромбического пероксена, ну, правда, привычный ее вид, вот магний-2С2О6, надо в два раза на два умножить, тогда будет магний-2С2О6 формула. Ну, и здесь, соответственно, кварц. Ну, вот в чем здесь история. Я не буду, естественно, диаграмму подробно с вами разбирать, но суть ее в следующем. Если у нас, в первую очередь, кристаллизуется оливин, что мы выяснили так, по температуре кристаллизации оливина, самая высокая, причем магнезиальный оливин кристаллизуется, то что будет происходить по мере кристаллизации оливина с расплавом? Смотрите, у оливина магний в два раза больше, чем кремний. Соответственно, чем больше мы кристаллизуем оливин из нашего расплава, тем в расплаве соотношение меняется в пользу кремнезиуму. То есть мы основание в два раза больше вводим, чем кремния. Вот этот кислотный компонент. И соответственно расплав будет по мере кристаллизации оливина обогащаться кремнезиом. То есть основание будет выводиться вместе с оливином из-за расплава кремнезиом будет становиться все больше и больше. Ну и по мере кристаллизации оливина рано или поздно мы получим такой расплав, в котором наш высокомагнезиальный ну не важно там железо или магния больше основания, чем кремния он становится неустойчивым. То есть оливин в кислых магмах уже неустойчив. И он начинает реагировать уже с высококремнезиомистым расплавом с образованием рамбического пероксена. Это называется перитактическая реакция. По формулам она очень простая и очевидна. Вот у нас собственно форстерит. В расплаве у нас находится избыток кремнезиома и кристаллизуется. Вот оливин начинает перекристаллизовываться в рамбический пероксен. Элементарно добавляем CO2 к формуле и получаем формулу рамбического пероксена. По номиналу, то есть по количеству компонентам они одинаковые. И магний, и кремний, и кислород. Там и там. Просто соотношение элементов. Это называется перитактическая реакция. И мы часто с ней встречаемся когда смотрим шлифы. Оливин, я говорил в самом начале у нас образует правильные диамошные кристаллы. Но в силу того, что он начинает вступать в реакцию с более кислым расплавом, причиной которой он сам же явился, да, то есть вывел из расплава все основания, забрал магний в значительной степени себе, а расплав стал более кремнекислым. Оливин часто вот в таких породах имеет вид немножечко такой оплавленный, с неровными плавными границами. И очень часто вокруг него начинают образовываться каемочки пероксенов. Не только, кстати, аромический пероксен, но и моноклинный. Если достаточно кальция в поры, то еще может быть и не в чистом виде магний-2, а может быть кальций-магний-2, а 6, то есть моноклинный пероксен может образовываться. Но вот тоже очень важная вещь. Мы сейчас будем смотреть фотографии шлифов, где все это можем увидеть. Перитактическая реакция, когда оливин у нас кристаллизуюсь, выводя из расплава основание и кислый, уже более кислой магмы, расплав более кислорасплав начинает реагировать с ранее выделившись аливином. Ну а то, что здесь кварц находится на краю, как раз показывает, что оливин с кварцем вместе встречаться не могут. Да, между ними находится пероксен. У нас либо ассоциация оливин с пероксеном, либо кварц с пероксеном. А вот оливин с кварцем вместе встречаться не могут. между ними между кварцем собственно и оливину должна прыгать и реакция с созданием промежуточной фазы ракса так но это еще одна таблица тоже который показывает какие оливины с какими арамбическим теракцины все существует как раз предыдущий диаграмм смотрели что оливин и арамбический пероксен могут вместе находиться очень часто месяц находится породах интрузивных как правило фузиных там кстати не успевает на 4 кристаллизоваться там оливин как раз будет диаморфная достаточно распал быстро кристаллизоваться видео у я класс пероксена такого субстрата вот а в интузивных породах да вот здесь таблица слева магнезиальной разновидности аливина магнезио-4 и арамбического пероксена магнезио-3 а справа стороны их соответственно желейстый визави да то есть файлит и ферросилитовый молитву вот кружочками показано оливин крестиками рамбический пероксен вот показано что у нас в породе могут существовать это взятый из практических из реальных горных пород вот показано как существует если у нас как правило более высоком магнезиальный аливин с более желеистым рабичным пероксеном то есть аливин имеет вот такое количество магнезиальный молекул где ты 95 90 процентов а рамбически пероксе ног магматических породов но те которые чаще будем с вами встречать он содержит меньше желеистой молекулы но здесь инстатит вы молеку магнезио-3 не статьи молекула рамбическую пероксена вот здесь где-то 85 80 процентов получается в диапазоне то есть у нас как правило в породах сосуществует более магнезиальные оливины и менее магнезиальные но относительно оливина ромбический пероксен до определенного предела здесь где-то вот в определенной точке происходит как раз инверсии и уже более желейстые оливинов и литвы они чаще встречаются с более магнезиальными ромбическим пероксеном но это уже другая история нам честно говоря вот такие ситуации будут вряд встречаться мы чаще всего имел дело вот с таким сочетанием оливинов и ромбический пероксен арамбический пероксен также как и оливин непрерывный заморочный ряд смесимости между магнезиальной инстатитой молекулы и ферросилитовой молекулы желейстые образуют вот это скорее всего связано с температурами кристаллизации фэлит у нас очень резко снижается или температура кристаллизации поэтому здесь конечно же ромбический пероксен раньше будет кристаллизоваться ну и вторая особенность оливина я говорил что главное это форма у оливина по форме часто узнаем оливину плюс конечно бесцветность спаяность и прочим другим свойствам но второе вот такой кардинальное свойство позволяющий угадывать нам оливин в породах это вторичные минералы часто они бывают достаточно яркими заметными и вот по вторичным минералам можно понять что мы имеем дело здесь как бы будет две группы вторичных минералов первое то что в сельвином проходит в ультра основных породах ультра основных породах ультра основной пород содержащий небольшое количество пермезиом в них породы где оливин вместе с хромбическим или макрином троксеном встречаются где нет плевых шпатов вот таких породах происходит серпентинизация оливина но здесь показаны некоторые варианты изменения преображения оливина в присутствии флюидной фазы либо вода либо углекислый газ и либо то и другое вместе и чаще всего оливин замещается и превращается в серпентин серпентин вот здесь и здесь также ну и иногда тальк ну как видите все это минералы содержащие гидроксильную группу то есть должно быть какое-то количество флюидной фазы вот такие же магнезиальные силикаты вот серпентин форму магний 6410 h8 тальк может образовываться те же самые компоненты других соотношениях тоже гидроксильная группа ну вот несколько форма показано как мог может происходить это преобразование присутствие флюидной фазы который состоит из аж 2 или co2 либо и то и другое серпентин в целом это термин который объединяет несколько разновидности то есть несколько полиморф модификации вот этой формулы мы рассмотрим лизардит хризатил и антигоид лизардит их лизать его ну вот их название показано лизардит отличается тем что но это все пластинчатые слои силиката понятно с весьма совершенно испаянностью бесцветная обычно с невысокими цитами интерференции но сейчас дальше по картинкам посмотрим они выглядят лизардит отличается отрицательном удлинение вот я подчеркнул у него вдоль спаянности идет ось н.п. хризатил не путайте с кризалитом кстати вот второе название львина хризалит там ювелирные разновидности здесь здесь хризатил он отличается положительным удлинением то есть вдоль спаянности идет ось н.п. ну антигорит он узнается по своим характерным делением зубчатых кристаллов на начальной стадии серпентин начинает развиваться по мелким трещинам которые которые разбивают в итоге оливин на мелкие фрагменты и образуется такая характерная петельчатая структура по мелким трещинам это могут трещины спаянности какие-то просто случайные трещины которые идут через оливин и в итоге образуется такая характерная структура которая легко узнаваема это у серпентина рельеф средненький так близко к низкому рельефу альвина высокий рельеф и вот такие островки на фоне серпентина при двух николих серпентин серый цвет имеют и вот зерно альвина начинает постепенно дробиться фрагментироваться на мелкие зерна но главное что все зерна в пределах одного кристалла имеет примерно одинаковые цвет интерференции и одновременно погасание так вы можете понять какие фрагменты относятся к одному и тому же зерну серпентина серпентин по краям и речном развивается серпентин это магнезиальный минерал но в алилине которые замещают серпентином здесь показано конечно только магний но на самом деле мы знаем через запятую там есть железо понятно что у нас железо там раз в пять меньше чем магния но тем не менее железо тоже давно куда-то деваться при замещении и она как правило реализуется в виде мелких кристалликов магнетита вот здесь темные вот эти линии которые в центре проходят это не что иное как непрозрачный магнетит он образует как правило центральной части шнурок вот этих серпентинов занимает ну вот так как примерно будет выглядеть вот такая петельчатой структуры или ячеистые если вот там рассматривает некто предлагает слов нечистые за счет того что рудно-минералу по центральным частям вот эти серпентинов шнуров идет то такие ячейки образуются мы вплоть до совсем мелких ячеечек серпентин естественно магнезиальных компонентов или виден намного больше поэтому естественно серпентин а больше магнетит естественно существенно в разы меньше так что железо меньше естественно ну вот такие вот серпентинов шнуры в центральной части можно видеть мелкие зерна магнетита вот такое вот замещение проходит но при двух никелях вот так красиво все это выглядит в целом разноцветные зерна альвина по-разному ориентирован с разными цитами интерференции ну и все это фрагментируется по трещинам серпентин который замещает вот дальше начинаем разбираться с этими разновидностями серпентин вот здесь в увеличенном видимо представили эти шнуры как они выглядят серпентин растет от центра вернее он нарастает от краев к центру так некие такие слабо заметные линии показывают ориентировку пластин серпентин то есть серпентин нарастает перпендикулярно самой трещины поэтому если нам надо выяснить или зарплит нас или хризатил например то надо правильно ориентировать эти серпентиновые шнуры правильно ориентировать какая мы вдоль спальности должны определить какая ось идет вдоль спальности серпентина спальности идет вот так перпендикулярно самой трещины поэтому ориентируем трещину перпендикулярно линии водокомпенсатор при этом сами пластины серпентин будут располагаться собственно по линии вводы компенсатор. И вот когда мы вводим компенсатор, конечно же мы должны использовать красный компенсатор. Я уже говорил, что красный компенсатор накладывается на серый цвет интерференции. Не важно, что у нас... Сходящий в свете серый цвет интерференции. Либо серпентин при двух николих в параллельном цвете. Либо плугиоквасс у нас. Блевые шпаты будут серым цветом. Апатит еще тоже серый цвет, интерференция. Мы используем красный компенсатор, потому что здесь сразу очень яркий наглядно видно повышение или понижение окраски вот серый цвет минерала либо добавляется либо вычитается из красного цвета компенсатор и мы попадаем либо в синий цвет 2 порядка либо желтый оранжевый 1 порядок ну вот мы видим прекрасно что здесь приводит компенсатор серпетин окрасился в синий цвет и это значит что у нас осень по идет то есть окраска повысила значит идет 8 п отрицательное удлинение отрицательное удлинение минералов значит это лизардит вот таким образом он диагностируется вот но та трещина которая пошла вдоль видите вдоль линии водокомпенсатора она окрасилась в оранжевый красный здесь в принципе можно было сделать фотографию издалека там было видно что все трещины которые ориентированы перпендикулярной линии водокомпенсатора они синие а те которые вдоль компенсатора они окрашиваются желтый оранжевый цвет вот хризатил лизардит это с чего начинается серпентинизация оливина потом вступает дело хризатил то есть это не просто равноправные такие разновидные серпентин они последовательно уделяются вот здесь как раз уже начинает образовываться хризатил но лизардит еще остается посмотрите присмотритесь к шнурам опять же мы смотрим те которые перпендикулярно линии водокомпенсатор компенсатора вводятся вот с правого нижнего угла как раз под углом сорт переград и мы видим что в шнурах сохраняется синие вот эти прожилки это не что иное как лизардит но на него начинает нарастать уже хризатил вот оранжевый цвет интерференция при это же при наложенном компенсаторе уже в приведенном компенсаторе вот здесь уже мы видим появляется оранжевый цвет положить на птичке знак это уже народ начинает нарастать хризатил но опять же вот если ли шнур оказался вдоль линии водкомпенсатор здесь происходит инверсия до цвета здесь как раз у хризатилы будет повышаться титан интерференции а у лизардит будет понижаться до оранжевый красный вот ну вот здесь более такая широкая полоса лизардита и тоненькая емочка краям оранжевых хризатила вот ну а дальше третьим уже третьим начинает если хризатил лизардит образуют такие ровненькие до границы они достаточно деликатно по ровным границам замещают элементом антигорит третья разновидность вступает когда в игру начинает замещать оливин то у антигорит а такие зубчатые острые такие как бы лапы иногда разно ориентированные лапы остроугольные антигорит вот внутри остался шнур видите он сложен еще внутренняя часть сложена внутри лизардит потом хризатил идет а потом уже антигорит внешне они конечно друг от друга мало чем отличаются лизардит хризатил и антигорит они все с низким рельефом видите низкий такой средненький рельеф еле-еле заметно все они нарастают перпендикулярно шнурам всеми высокие интерфункционные окраски все прямо прямое угасание имеет но вот по форме выделения и по удлинению лизардит хризатил отличается антигорит в итоге собственно те же самые кстати шнуры магнетиты давить непрозрачный минерал которые которых реализуют собственно железо который уделяется из оливина магний серпентин ну и дальше уже серпентин вот антигорит вы доедает полностью зерна оливина и образуются серпентинит полностью порода сложная на сто процентов из серпентина ну естественно с каким-то рубом напылениями там такая пельтоморфная разновидность вот этот первый вариант замещения оливина с образованием петельчатой структуры вот мы разобрали даже по разновидности можете диагностировать все эти разновидности серпентин с помощью компенсатора вторая группа вторичных изменений это ярко окрашенные такие вторичные даже не минералы а группы минералов вот их тоже сейчас разберем если серпентин образуется по высот магнезиальным как правило оливином который встречается в ультра основных породах то вот это вот эти группы вторичных минералов они образуются уже в основных породах где уже более такой разнообразный химический состав тут уже больше железа больше кальция там алюминий других химических элементов и соответственно больше в вариативности вот в образовании вторичных минералов здесь мы уже мы будем сталкиваться впервые с не просто то лично минерал от группа вторичных минералов вот динксид и динксид это не минерал это группа вторичных минерал то есть такая смесь вторичных минералов в данном случае d97 состоит из смектита смеки как разновидно это как бы относится глинистым минералам там в том числе монтмареланит такие глинистые минералы хлорид мы еще будем изучать глютит знаете вы кроме этих трех минералов основных там еще может быть и зерна кварца и кальцит иногда талька образуется иногда слюда вот это целая группа вторичных минералов сведенные в одну массу вот и ведет себя динксид как однородное вещество там вы не сможете различить отдельные зерна зерна хлорида и тита тем более смектита глинистые минералы вообще не различаются с помощью наших микроскопов даже на микрозонде луч микрозонда он больше чем размер глинистых минералов поэтому минералоги глинистых минералов очень сложна вот в целом динксид имеет коричневый цвет вот он образует каем очки вокруг оливина динксид коричневый за счет большого количества геотита именно геотит придает ему вот такой красноватый коричневый цвет в принципе он похож внешне на биотит или на коричневую роговую обманку но отличается от них первое он не пляхроирует ни при каких условиях понятно что там нет речи о какой-либо спаяности понятно что поскольку этот агрегат тонкозернистый агрегат смеси всяких разных минералов поэтому там не о спальности него пляхроизме речи быть не может такая однородная масса образующую каем очки вокруг оливина вот и при двухниклих обычно тоже интерфекционных окраска там никаких не увидите просто коричневый цвет вот видите да это вот и динксид обычно образуется по львину вот и динксид и другие группы тоже вторичных минералов они именно вот в основных породах в данном случае базальты или долерита то есть этой фузерной породы с плагиаклазом коричневый пероксин здесь находится минерал вот такая типичная ассоциация где вот из того треугольник который мы смотрели там где анартик диапсид и форстерит вот как раз это ассоциации есть плагиаклаз моноклиный процент и оливиность как раз образуется раньше всех образует правильный кристалл другая смесь вторичных минералов называется боулингит боулингит он зеленого цвета такого грязновато зеленого цвета здесь нет гиотиты поэтому он приобретает зеленоватый цвет за счет чаще всего хлорид тот же самый сменит глинистый минералы хлорид минералы группа серпентина могут быть боулингит еще иногда используют собственно для разновидности глинистых минералов разновидность мариланита сапонит там по моему термин даже не используется уже вот ну у нас боулингит этот группа вторичных минералов которые образуются по левину вот видите вроде очертания левины сохранились вот это вот даже шнуры серпентиновые которые начинали замечать оливин тоже вот какие-то фрагменты видны так как какие-то червячки такие мы тут все боулингит он зеленый цвет имеет тоже вторичный агрегат по оливину вот такой грязноватый цвет ну и еще один агрегат хлорфииды скорее всего и гиотит есть и кальцит но чаще всего здесь еще плюс глинистые минералы вот он желтоватого цвета тоже форма оливина легко угадывается был когда-то оливин именно по очертаниям мы понимаем что это оливин ну и по содержимому вторичных минералов есть два криста калинина вот один в этом направлении 3 тоже видно серпендиновые шнуры может быть из которых начиналось замещение но в итоге все хлорофиидом заместился желтоватого цвета желатого цвета вот три агрегата вторичных минералов он оливином уже не ультра основных а в основных породах это могут быть и оливиновые габра и делериты и база там где оливин встречается вместе с полгиоклазом и пероксин вот но здесь особенности химического состава этих агрегатов и динксид но вместо буолингита здесь сапонит написан и хлорофиид ну и что мы здесь видим по сути это принялось не только h2o и но и кремнизем как правило не более кремниземистый железо приносится трехвалентный причем то есть вот мы формула оливинов смотрели там больше было магнит а там основном здесь больше уже железа и причем не двухвалентный железо двухвалентный железо почти нет амин трехвалентный железо как раз вот видите в хлорит их тоже может быть вот как раз их больше ну и количество кремнизем чуть побольше на нескольких процентов чем в левик вот ну конечно же содержание h2o в оливине вообще нулевое содержание сухого минерала вот вторичные минералы по нему содержит большое количество клювных вас ну а дальше завершаем мы уже посмотрим как оливин выглядит теплиных породах на самом деле оливин один из наиболее легко узнаваемых минералов вами хотя он не содержит каких-то однозначно ярких признаков ну как например у рыговой манки там спать вам 56 градусов вот ничего подобного здесь нет но тем не менее оливин вы все равно легко угадывается не знаю почему но вот как вам удается ну и оливин принципе можно запомнить как во всех породах выглядеть он примерно одинаково вот в ультрабазит ультрабазит их если он не замещен то он образует плотный агрегат сросшись с другими кристаллами здесь рамбическими на клиниках аксель здесь оливина процентов 70 ну и около 30 процентов моноклиновой рамбической акции моноклины от рамбической акциям в таком статичном положении достаточно сложно друг от друга отличить надо смотреть характер угасания там интерфекционной окраски но по крайней мере вот по хотел увеличить увеличение в этом варианте здесь неудобно увеличить а вот есть надеюсь у вас тоже увеличивается вот пероксены можно угадать по спальности да здесь вот видны трещины спальность например вот в этом стали более-менее ровная скорее всего это пероксен вот здесь спальность двух направлений идет перпендикулярно под углом 90 градусов точно пероксена но какие моноклины или рамбически сказать нельзя но вот в таких породах пожалуй оливин сложнее всего определить вот в таком плотном агрегате сросшихся минералов нет вторичных минералов здесь только возможность только по спальности по несовершенной спальности видите здесь такие неровные линии идущие в одном направлении но пересекающие с друг другу вот в этом направлении трещина спальности много косых трещин которые в принципе идут через всю породу вот ну вот оливин угадывается по спальности и по прямому гасанию с прямым гасанием может быть в этой ассоциации арамбический троксен но у него как правило невысокий стенд референции вот серый первый порядок также в ультрабазитах вы легко узнаете оливин именно по вот этой самой петельчатой структуры о которой мы говорили здесь он приходит на помощь нам вторичные изменения вот и в предыдущей пародии оливин мог бы уже замещаться серпентином и тоже с образованием петельчатой структуры тогда он будет совершенно четко отличаться от других пероксенов но здесь пероксен и так отличается по цвету они таких коричневатый немножечко вот и заштрихованы по трещин спальности еще рудный минерал развивается поэтому вот эти штришки и тут диалог молоколит в отдельности такие наискосок идут штришки тоже заполнил рудным минералом он по сути такой заштрихованный короче в данном случае и этим он отличаться будет конечно калилина но даже если бы он был бесцветным пероксен и не такое количество трещин спальности было видно все равно по петельчатой структуре вот ее не будет в пероксена в алилине она будет это как раз вот еще одна из разновидностей передатитом там был лицарит по моему да правильно лицарит в операции на ливен называется пород лицарит от одна из разновидностей передатитов пород состоящих из оливина и пароксенов здесь верлит здесь моноклины пароксен и оливин но даже рудный вот это ультра основные породы ультра основные и фузивные породы там были интрузивные породы а это вот и фузивные породы и фузивные породы ультра основные называются пикриты здесь разновидность пикрит и мечит есть такая разновидность но суть в том что здесь тоже оливин в Той же самой ассоциации с пероксенами и непрозрачной ООП, как непрозрачные минералы, рудные минералы. Вот их много здесь, такие непрозрачные черные кристаллы. Пероксен в поле зрения здесь... А, пероксен здесь слагает основную массу вместе с рудным минералом, а в краплинке как раз представлены оливины. Вот эти крупные кристаллы оливина бесцветные и опять же вот эти серпентинные шнуры, видите. Вот весь оливин в этих серпентинных шнурах, по которым легко узнаем оливин. Вот. И он образуется, естественно, раньше у фузинных пород, здесь никакого замещения не происходит. Это оливин образовался раньше и основная масса, то, что был расплав, застыл в виде микрозерниста такой основной массы. Здесь такой зеленовод-коричневый пероксен в основной массе и черных и стал рудным минералом, непрозрачным. Вот. Это ультраосновные породы интрузивные, передущие шлифы, и вот это инклюзивные породы. Дальше. С эфузивными породами еще вот разновидности эфузивных ультраосновных пород, чуть более щелочная, чем предыдущие. Это кимберлиты. Здесь у нас, помимо оливиного, в крапнике есть еще слюда. Вот эта слюда. Биотит по краям внутри флагопит. Это вот крупные такие кристаллы флагопита вместе с оливином. Флагопит как раз, ну и любая слюда, собственно, биотит, тоже калевые минералы, и уже здесь повышенная щелочность. Это уже умеренно щелочной ряд пород. Пород спорожный щелочный. Ну и кимберлит, скорее всего, знаете. Тут не только в основной массе здесь и карбонатный материал есть, кальцит, и непрозрачные рудные минералы, и та же самая слюда типа биотита, и бесцветные кристаллы. Мы его не проходим, не лилит, минерал. Ну, суть в том, что это такие повышенные щелочности и фузильные породы, в которых тоже встречается оливина. Вот в кимберлитах с ними связаны с рождением алмазов, естественно, вы знаете, да. Глубинные магмы с большой глубины выносят на поверхность, в том числе и зерна оливина, и алмазы с глубин свыше 150 километров. 150-210 примерно интервал возрождения кимберлитов магмы. И они выносят фрагмент, в том числе и матемые вещества на поверхности. Вот, ну а теперь к основным породам. Переходим, основные породы от ультраосновных отличаются наличием плеушпатов. Вот здесь как раз вы видите большое количество плодиаклаза в поле зрения. Плодиаклаза здесь процентов 70, наверное, в поле зрения. И зерна оливина. В данном случае порода называется трактолит. Трактолит – это порода, состоящая из плодиаклаза и оливина. Вот, помимо плодиаклаза и оливина здесь есть и в качестве тростепенных минералов, и оба пероксена, моноклино-эробический пероксен и непрозрачный минерал. Тут, ну их не больше 10% в целом. Но в целом это порода оливина. И вот здесь второй, скажем так, признак оливина, вернее, второй тип, или не знаю, как сказать, второй вариант, да, как может оливин еще выглянуть в породу. Это большое количество трещин, по которым развивается рудный минерал. Вы видите, что здесь оливин. Ну, может сейчас следующая картинка, там чуть побольше будет. Вот это. Вот пероксена вокруг, да, пероксена. Бесцветный плодиаклаз, а вот зерна оливина. Что здесь характерно для оливина? То, что по многочисленным неровным трещинам развивается какой-то непрозрачный рудный минерал. Как раз это вот, ну здесь хочется и то, и другое сказать сразу быстро. Ну, первое, вот как угадывается оливин вот в этих породах. Этого не было в предыдущих шлифах, и мы об этом не говорили. Но вот очень часто оливин угадывается именно по вот этим вот тонким линиям рудного минерала, которые распространяются по всем трещинам внутри оливина. И он придает такую фактурность, как бы вот ложный, очень высокий рельеф. Ну, высокий рельеф – это что такое? Заметные границы, трещины. И вот они становятся здесь еще утрированно заметными, да, понятно. В пероксенах вот тонкие трещинки не сильно меняют фон самого минерала. А оливин вот такой становится прям буквально легко выделяемый, легко обнаруживаемый. Вот на предыдущей картинке тоже это видно. Оливин везде узнается. Он сам бесцветный, но вот по этим рудным линиям, линиям рудного минерала, которые пересекают оливин, легко его узнать. Вот, это второй вид оливина. Ну и здесь та самая перитектическая реакция. Возвращаемся, помните, та вот сложная диаграмма, о которой я рассказывал, где оливин, кристаллизуясь в отфузивных породах, этого не происходит. И в ультраосновных тоже это нечасто происходит. А вот в породах уже, где расплав имеет основной состав, то есть достаточное количество кремезиома, кристаллизация таки начинается все-таки с оливина. Оливин начинает образовывать правильные кристаллы, но расплав становится по мере кристаллизации оливина все более и более кремезиомистым, поскольку оливин забирает все основания себе. И рано или поздно он начинает реагировать с этим расплавом. И в итоге у нас возникает вот такие, как бы оплавленные, видите, с такими заливами зерна оливина, оплавленные. И по ним начинает развиваться вот та самая перитектическая реакция, начинает замещаться пероксеном. Вот эти каемочки пероксена, они все окружены в каемке пероксена. Это может быть арамбический пероксен, здесь, по-моему, как раз арамбический пероксен, вот эти кристаллы арамбического пероксена. На предыдущем слайде там были моноклейный пероксен с высокими окрасками. Но суть в том, что вот это и есть та самая перитротическая реакция, то, что мы как раз получаем при взаимодействии оливина с более кислым распалом. Более кислым это не значит, что там кислый распал, соответствующий гранит. Просто кремнезиом уже стало больше, чем становится больше и оливин в нем уже неустойчиво. Это все равно основные магмы, то есть там кремнезиом не больше 10% от общего количества, но тем не менее уже в таком расплаве оливин неустойчиво. Начинается реакция с образованием пероксена. Вот как раз такая емочка пероксена, то, что часто можно увидеть. Поэтому если у вас попадается порода с большим количеством пульгиаклаза и в них оливин, почти всегда там будут каемочки пероксена вокруг оливина. И сам оливин имеет такую форму, немножечко как бы изъединенную, оплавленную. Иффузивные основные породы базальты. Здесь третий вариант оливина. Третий вариант оливина как узнаваемый такой вариант. Когда вокруг оливина начинают образовываться вот такие коричневые каемочки. Динксита или буалингит может по нему развиваться, или хлорфит. Ну вот с коричневыми каемочками оливина. Он здесь легко отличается по тому, что он бесцветенного пероксена. Ну бесцветный еще кристалл пульгиаклаза есть в основном массе. Вот такой классический базальт, то, что я говорил, по тому треугольнику. Это пероксен пульгиаклазовая порода. Здесь пульгиаклаз лабрадором представлен. Пероксен титанистый алгит, такой коричневатый цвет. Ну а оливина здесь не так уж и много. Оливина процентов 10-15 максимум. Вот оливиновый базальт. И здесь оливин как раз, он может быть и свежим. На самом деле могут не быть вот эти коричневые каемочки. Но чаще всего с коричневыми каемочками динкситами оливин в таких породах включается. Это вот третий вариант, который можно встретить. Так получается у нас три варианта. Первый, в ультра основных породах, петельчатая структура по оливинам. Серпентин замещает его. Второй, это интрузивные породы основные, там где рудный минерал. Придает ему такой ультра высокий рельеф, как бы фактурную поверхность рудного минерала, где оливина плавленная. Ну и третий вариант, вот в базальтах обычно он образует идиоморфный кристалл. Здесь никакого плавления не может быть, потому что все быстро остывает во фузинных породах. Когда лава выливается в саммитов, краплинки образуются внутри, в промежуточных математических камерах, а все остальное расплав в камере. А когда выливается на поверхность, оставшийся расплав, тоже кристаллизуется в грузовании вот этих микробитов. Мелких зерен, рудного минерала, пуляк, лаза и пероксина. Вот, это вот третий вариант. Ну вот, больше, пожалуй, и нет вариантов, как вы можете еще увидеть оливин. Пожалуй, вот такие три случая. Здесь оливин в средних породах. Обычно в средних породах оливин уже не встречается. Ну, потому что магма слишком большое количество кременезиома содержит. Но, тем не менее, здесь вот оливин, то, что я говорил, с кварцем встречаться не должен. Ну вот, есть такие неравновесные ассоциации, где чаще всего за счет смешения составов, то есть оливин образовывался в какой-то своей магнике, где невысокое содержание кременезиома, а кварц образовывался в своем магматическом очаге, где достаточно кислый был расплав. Потом происходит смешение, и они попадают в единую систему. Ну, все быстро кристаллизуется на поверхности. Это явные инфузивные породы, и они не успевают перекристаллизоваться. Но, в любом случае, видна, опять же, вот эта реакция. Но здесь, в данном случае, не по оливину пошла, а по кварцу. Очевидно, расплав был более основной, больше кварц, неравновесен был, чем оливин. И образуется такая мелкая корона клинопероксена вокруг кварца. Она же могла и вокруг оливина возникнуть, если магма была более кислая. То есть, более соответствовала составу кварца, чем оливина. В данном случае, здесь именно кварц попал в неравновесную среду, а вокруг него начинает образовываться этот каемочек клинопероксена. Еще раз, в той диаграмме, где показывали мы кварц на одном фланге, а оливин на другом фланге, а между ними состав пероксена. Поэтому вот эти реакции по кварцу или по оливину, вот этих пероксенов, если они оказываются в несоответствующей по кремно-числотности среде, они, как правило, возникают. Это средняя порода. Здесь, по идее, оливин максимумом базальт это основные фузийные породы, андези это средняя. Ну вот андези-базальт, кстати, переходный, здесь как раз андези-базальт написано, здесь еще оливин может встречаться. Дальше, метасоматические породы. Еще пару слайдов. В метасоматических породах может оливин встречаться. Ну, вот, скарна. Например, скарна, когда у нас карбонатная порода, граничит с каким-то алюмосиликатным составом, и происходит на диффузионном уровне обмен с миническими элементами. И вот в карбонатной породе начинает возникать силикатный минерал. За счет флюидной фазы, с которой приходит кремний, магний здесь достаточно, в карбонатной породе железо достаточно, кальций достаточно. И начинает формироваться силикатный минерал именно в карбонатной породе. Ну, в данном случае уже мрамор получается. И вот мы видим в нем зерна оливина как раз. Порода называется кальцифир, где в мраморе находятся кристаллы силикатных минералов. здесь кальцит шпинель есть мелкие зерна с очень высоким рельефом они при двухниклеф черных зерна шпинеля вот раз два три четыре зерна но в основном зерна оливина вот они здесь любить при двухниклеф операционной окраски кальциферы достаточно распространены как искарной породы фронтальной части скарна у нас облицованная не при станции метро такие вот кальциферы на калужской красный вот эти колонны там красноватый такой мрамор тоже силикатными приставами это хамардабанские кальциферы на баррикадной станции метро тоже пилона облицован вот этим красным делом вот но они не обязательно красных бывают таких классических кальциферы все-таки белый кальций белый минерал красный мрамор ну вот нельзя мистер здесь вместе оливин с пероксином пероксин и оливин из крупные кристаллы опять же оливин здесь выглядит видите как кстати и там и там вот я говорил что все на все три варианта оливин ну вот они все представлены вот здесь оливин серпентинизируется видите у него шнуры по которым развивается серпентин очень хорошо видно вот серпентин и шнуры по всем зернам оливина идут здесь все очень хорошо это один вариант то есть опять ничего нового нет да но новая ассоциация но он минерал выглядит также а здесь рудный минерал образует вот другой вариант когда у нас рудный минерал по всем трещинам в или менее располагаются мы оливин можем угадать это отличить пероксин и вот по этим рудным минералам тоже второй вид до линин где ему образуется рудный минерал ну наверно по моим все уж да